Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Сегодня глава Карачаева, Черкесии Рашид Темрезов принял участие в совещании под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснулина. По поручению президента страны Владимира Путина по показании помощи освобожденным территориям новых субъектов Российской Федерации, в январе подписано соглашение о сотрудничестве с администрацией Старобельского района Луганской Народной Республики. Рабочая группа правительства Карачаева-Черкесии совместно с руководством района определила конкретные направления совместной деятельности и объекты, требующие первоочередного восстановления. Рашид Темрезов проинформировал Марата Шахерзяновича о текущих результатах этой работы. Единый штаб при главе Карачаева-Черкесии отправил в бригаду «Зубр» в городе Буденовске очередной груз поддержки технических спецсредств, цифровые рации, антидроновое оружие, дроны, а также экипировку, генераторы и бензопилы. Все это необходимо для того, чтобы наши бойцы могли комфортно осуществлять свои действия в зоне СВО, отметил первый заместитель министра промышленности и транспорта Карачаева-Черкесии Рустам Эркенов. У нас работает оперативный штаб на постоянной основе. Оперштаб собирает все необходимые потребности от военных частей. Это и 44-я военная часть, и 100-я бригада. В общем, везде, где присутствуют и проходят службы наши ребята, мы со всеми взаимодействуем. Сегодня мы отправляем груз для новой сформировавшейся бригады. Сформировали мы предварительно потребности. От ребят с передовой у нас положительный отзыв, в принципе, обо всем, что мы отправили на сегодняшний момент. С точки зрения именно технических средств. Да, это очень все необходимые вещи. Генераторы позволят нам получать какой-то свет, какую-то энергию добывать, так сказать. Бензопилы очень полезно будем строить блиндажи. Наши разведчики будут благодарны за коллиматоры, за тепловизоры. Антидроновое ружье – незаменимая вещь. И в остальном все. Огромное спасибо республике за помощь. Сегодня около 0 часов 25 минут по улице Ленина, станицы Кордоникской, неустановленный водитель допустил наезд на 47-летнего местного жителя, после чего скрылся с места ДТП. В результате происшествия от полученных телесных повреждений пешеход скончался при доставке в лечебное учреждение. Полиция разбирается в обстоятельствах автоаварии, принимаются меры по установлению и задержанию водителя, скрывшегося с места ДТП. МВД Покорачаево-Черкесии обращается с просьбой к возможным очевидцам предоставить информацию с камер наружного наблюдения, видеорегистраторов, установленных во транспортных средствах или иную информацию, содержащую сведения о ДТП. Обращаться по номеру 02 по мобильной связи 102. Также МВД предлагает скрывшемуся водителю добровольно явиться в органы внутренних дел и не усугублять свое положение. В преддверии Дня знаний инспекторы по делам несовершеннолетних у МВД России по Черкесску, члены Общественного совета при МВД Покорачаево-Черкесии дали старт ежегодной всероссийской акции «Помоги пойти учиться». В торговом центре одели 8 детишек из 4 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Главной задачей этого мероприятия является поддержка нуждающихся в приобретении школьной одежды и канцелярских принадлежностей. Школьники и их родители от всей души поблагодарили сотрудников полиции и членов Общественного совета за неравнодушие и такую необходимую помощь. Спонсором выступил Национальный центр помощи детям в республике. Акция продлится до сентября. Сегодня в некоторых районах Карачаева-Черкесии прошел сильный дождь, а в некоторых населенных пунктах Карачаевского района дождь сопровождался оградом. По словам жителей, градины были крупные, некоторые даже с размером куриное яйцо. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза в отдельных районах сильный в сочетании с грозой, градом и шквалом 25 метров в секунду. Ветер западный с переходом днем на восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-18, в горах местами плюс 7-12, днем плюс 27-32 тепла, в горах местами до плюс 24. В Черкесии ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер западный с переходом днем на восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-17, днем плюс 27-29 тепла. Волкодав покорил Эльбрус. У жителя Карачаева Черкесии Алана Саркитова была давняя мечта взять с собой собаку. Работа над проектом началась год назад, и этим летом он воплотился. Альпиниц Асхат Гузоев из Кабардино-Балкарии, Алан Саркитов и карачаевский волкодав по кличке Басхан взобрались на самую высокую вершину Европы. Светлана Шаганова об отважном четвероногом альпинисте и его наставниках. Есть! Я сделал это! 5621. Высота взята. Здесь рукой можно дотронуться до неба. Асхат Гузоев и Алан Саркитов – опытные восходители на Эльбрус. А собаке требовалась специальная подготовка. Да и волкодава нашли не сразу. Вначале был другой претендент. Она была намного больше, где-то под 100 килограмм веса. Такая черная. Но типаж идеально подходил. Типаж строения морды, лап, груди. Вот как именно типаж нашего карачаево-балкарского волкодава Басхан Пари. Ну цвет чуть-чуть подводил. Ну как они, черные цвета, расцветка у нас не было исключением. Но это не наша родная, национальная, традиционная. Она где-то со стороны Таджикистана и Рана пришла. Это примесь. Собаку выбирали по определенным критериям. Вес до 70 килограммов. Строение. Типаж. Соответствующий окрас породы Басхан Пари. Карачаевский волкодав. Всем параметрам соответствовал пёс Басхан. Выращенный в питомнике кинолога Казбека Магулаева. Своего четвероногого друга для восхождения любезно предоставил Султан Викбулатов. Главная была задача испытать породу в высокогорных условиях. Первый день пошли на небольшую высоту прогулочку, на второй день повыше на прогулочку, третий день еще повыше. Акклиматизация, все дела. И постоянно мы за ним наблюдали. Вообще никаких проблем не возникло. Последний день мы решили, да, он готов, способен, он это должен, ну, сделает, говорить нельзя, он должен это сделать. Басхан держал нос по ветру и устремлялся ввысь. И как опытный альпинист взял эту вершину, которая покорилась не всем. Нелегко удалось, честно сказать, там, конечно, все говорят одно, очень легко, очень без проблем. Ну, на самом деле, это не так, сам убедился. Особенно последние шаги от седловины до седловины, как тяжко дойти, это раз. Самое тяжкое начинается оттуда, во-первых, дефицит кислорода, нет его. Три-четыре шага дело, вот в такое состояние вот превращаешься. Если отдыхаешь, еще три-четыре шага так же, если не идешь одним темпом, там тоже своя методика, свой шаг, свои моменты. Никакой синоптик не предскажет погоду на Эльбрусе. Можно оказаться в сложных метеоусловиях. Путешествие в горах – это игра в рулетку. Погодные условия там просто вот как никогда, они очень часто меняются, каждую минуту, может, два-три сезона поменяться. Ветра подняться могут, тогда вот так прижимайся, сидишь, жди там, или цепляешься там штырями. Но холода наступать могут. Ветра, накрыть облака просто за здрасте. Вот накрыло, ты не видишь, вот я вас сейчас как вижу, там мы друг друга не увидим. До такой степени могут накрыть густые облака, а дорога, если ты там неопытный, ты там останешься. Для восхождения нужна специальная экипировка. На ногах металлические приспособления, альпинистские кошки. А вот как быть собаке, чтобы не отморозить лапы? Лапам не было холодно, им было очень даже прекрасно, так я скажу. Потому что я сам тоже об этом задумывался, потому что я не собаковод, я как любитель изучал их, и думал специально что-нибудь, или цепляли, чтобы там кошки, там мы же в кошках идем, там каток. Может, ему тоже самое нужно. Сказали нет, и он, и он все говорят нет. Он сам чувствует, он должен под собой почву чувствовать. Когда где-то чуть-чуть скользко, он когти пускает, и каждый шаг он свой контролирует. Смелый шаг сделан. Басхан доказал свою выносливость, свой боевой характер, и уже вошел в историю первым покорившим Эльбрус. Светлана Шаганова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. В Архизе прошел всероссийский фестиваль авторской песни «Горные вершины», который собрал ценителей душевной музыки и стихов со смыслом. 32-й фестиваль, традиционно проходивший в Домбае, в этот раз впервые собрал бардов в Архизе. Подробности у Али Баташева. Владимир Мирошник приехал из Пятигорска. Вместе с коллегами из литературно-творческого объединения «Шестое чувство» он репетирует перед галоконцертом и с нетерпением ждет встречи со зрителями. Это просто дорогого стоит, когда зритель подходит и смотрит, как здорово. А у нас еще и песни и с нашей молодости, и с средних годов. Наши авторы были потрясающие, есть потрясающие, современные авторы тоже. Такое иногда пишут, что вот это из песни, например, из современных. Какой текст удивительный, какое созвучие текста. И это даже не называешь музыкой, это полет, чего уж там, сердца, души. Это уже 32-й фестиваль «Горные вершины». С 2021 года ему присвоено имя одного из основателей жанра бардовской песни в нашей стране – Юрия Висбора. В этот раз в фестивале участвовало 100 исполнителей авторской песни. Из Алтая, Адыгеи, Ингушетии, Карачаева-Черкесии, Волгоградской области, Ставропольского края и других регионов страны. Казалось бы, вот страна огромная, люди со всех концов, а у всех вот стук сердца одинаковый, состояние души. Вот они говорят об одном – это о вечных вопросах жизни, это любовь, справедливость, отношения там старшего, младшего. Там многих вариантов было много. И самое удивительное, что действительно уровень растет. Участники выступали в номинациях «Лучшее исполнение авторской песни», «Лучшее исполнение песен Юрия Висбора», «Лучшее исполнение песен Владимира Высоцкого». Горные вершины Кавказа вдохновляли таких мастеров слова, как Пушкин, Лермонтов и Толстой. Здесь создавали свои шедевры авторы и исполнители Владимир Высоцкий и Юрий Висбор. Каждый фестиваль дарит надежду на появление новых талантов, слова и музыки которых будут звучать и радовать не одно поколение благодарных потомков, считают организаторы. Али Баташев, Ольга Савенко, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Архыс. Летние каникулы у детей проходят по-разному. Кто-то гуляет не напролет с друзьями, кто-то листает классическую литературу, извиняюсь. А заданную учителем у кого-то вечная дилемма поесть или поспать. А кто-то хватает рюкзак, заботливо собранный мамой, запрыгивает в автобус до летнего лагеря. Жемчужина Кавказа – один из самых популярных оздоровительных детских лагерей, куда стекаются ребята со всех уголков Карачаева-Черкесии. Туда и отправилась Ватима Даурова, чтобы хоть на миг окунуться в атмосферу детства. Жемчужина Кавказа встретила нас детским задорным смехом. Только приехав в лагерь вдали от дома на пару недель, по-настоящему погружаешься в атмосферу лета и беззаботности. Возможность временной свободы от опеки родителей позволяет изучать мир по-другому, развивать навыки общения, находить новых друзей часто на долгие годы, работать в команде и совершенствовать творческий подход к делу. Детки, которые к нам приезжают, они тоже, знаете, изначально идут со своими увлечениями из дома. И мы изначально, когда собираем отряд, мы пытаемся собрать их, чтобы дети были с одинаковыми увлечениями в одном отряде. И у нас получается какой-то отряд прям танцующий, какой-то поющий. И когда дети с одинаковыми интересами собраны, они получаются более сплочёнными. За лето в лагере успевают оздоровиться и набрать приятных впечатлений более тысячи девчонок и мальчишек. Мы застали четвёртую смену, в котором 230 ребят две недели живут по особому режиму и распорядку. День расписан по минутам. Телефоны здесь не в почёте, а вот игры на свежем воздухе всегда приветствуются. У каждого отряда своё название. Собственные девизы – цветовая идентичность. Яркие галстуки позволяют определить, кто откуда. Ребята из отряда «Орден Феникса» не первый раз приезжают в этот лагерь за запасом ярких впечатлений. Братья Али и Денислам Тахчуковы завсегдатые жемчужины Кавказа. В этом году они приехали сюда со своими друзьями. Воздух, атмосфера, горы. Мне нравится тут. Я всё время захочу только сюда. Хочу приехать только сюда. Я лето жду по большей части из-за лагеря. Дышится легче. Добрые вожатые вкусно кормят. И очень весело. Разные походы. Всегда ходим, разговариваем. И очень весело. И даже не замечаешь, сколько ты прошёл. Я в этом лагере впервые. Но приехал сюда из-за просьбы своих друзей. Мне здесь очень нравится. Я люблю решать этим кислородом. Я люблю заводить новое общение. Много новых друзей. Я люблю, когда имею много знакомых. А здесь ещё больше приятных людей, с кем можно познакомиться. По мне, «Жемчужина Кавказа» – самый лучший лагерь, потому что я был в разных лагерях, и больше всего мне нравится этот лагерь. Помимо того, как я завожу здесь друзей, здесь бывает очень много разных конкурсов, где мы веселимся с друзьями. Здесь много походов, где мы узнаём много другого. Для любителей тихого досуга есть специальные занятия – рисование. Под руководством опытного наставника ребята создают собственные шедевры изобразительного искусства, которые потом они забирают с собой на память о летнем отдыхе в горах. Танцы каждый вечер, походы, обливания, страшные истории по вечерам у костра, новые друзья и первая любовь. Несколько недель в лагере запоминаются навсегда. Фатима Даурова и Анастасия Лой. Вести. Карачаево-Черкесия. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Мурат Чумаев в составе сборной команды России по ганболу завоевал золотую медаль летних игр суртлимпийцев. Его тренеры Александр Черкасов, Эдуард Джерештеев и Евгений Зотин. Напомню, играми вместе «Спорт» прошли в Уфе и собрали спортсменов из 30 стран. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Ловец снов». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова